ИСТИНА В материальном мире все постоянно меняется, ничего не остается неизменным. Со временем даже самые высокие горы превращаются в мягкий песок. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить, говорит Христос. Почему это так? Потому что у человека, в отличие от других представителей живой природы Земли, есть свой внутренний мир. Да, в материальном мире человек не может найти точку опоры, закон жизни, следуя которому он бы обрел понимание себя и счастья. Это вечное неизменное знание находится не снаружи, а внутри человека. В материальном мире все подвержено изменениям, а внутренний, духовный мир у всех людей устроен одинаково. Да, все мы, конечно, разные, у каждого своя энергия, таланты, качество характера, но внутреннее устройство человека неизменно. Именно эта закономерность и есть главное знание у человека, которое не меняется никогда. Две природы, материальные и духовные в человеке, имеют свои структуры, свое устройство. Физически человек состоит из тела, ума, психики, чувств, эмоций, инстинктов и эго. Это то, что мы получили от живой природы планеты, нашей матери. Но какова же внутренняя духовная структура человека, то самое Царствие Небесное, знание о котором принес Христос от нашего Небесного Отца. Веды говорят нам о трех аспектах истины, но сегодня мы рассмотрим только главный из них. Он звучит так. Конечной целью постижения и высшим аспектом абсолютной истины является Личность Бога. В познании Бога заключен для нас ответ, что есть истина для человека, ведь мы созданы по его подобию. Сегодня мы будем говорить об Учителе, миссия которого была именно в том, чтобы принести нам знание о истине. Его предназначение и жизненный путь был посвящен выполнению этой задачи. Когда 2022 года назад он предстал перед Пилатом на суде, его слова были такими. «Я родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто на стороне истины, слушает меня». Это был Иисус Христос, миссия. Почему его так называют? Потому что он выполнял свою миссию. «Ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Это слова Христа. В жизненном пути Христа мы видим воплощение его миссии. Каким же был этот путь? Это был путь любви, добра и заботы о людях. Путь передачи духовного знания, распространения этого знания через учеников, путь добровольного принятия суда и казни над собой, путь воскрешения и вознесения на небо. Весь жизненный путь Христа – это образ, несущий в себе знания о Боге, о любви, о истине. Любовь Христа – это духовная любовь, любовь служения, любовь реализации себя. Это путь добровольного принятия страданий и смерти на кресте и преображения, вознесения. И так в жизненном пути Христа и заключено знание об истине. Вот оно. Примите вашей высшей ценностью любовь к людям и следуйте ей. Тогда вы преобразитесь и обретете жизнь. Почему, принимая новой ценностью жизни любовь к людям, мы меняемся, обретаем способность развиваться и созидать, творить себя и мир вокруг? Потому что любовь активирует наш разум, убирает внутренний конфликт между материальной и духовной природой. Мы обретаем гармонию внутри, избавляемся от страха. Истина в том, что только приняв высшей ценностью жизни любовь к людям и следуя ей, человек преображается, обретает себя и понимание Бога. В этом ее практическая ценность для каждого человека на земле. Субтитры создавал DimaTorzok